Пятый канал представляет Но с нашей спецификой он пока не знаком Так что вводите в курс дела Но только постепенно Ну что, общайтесь? А я пошел Пятитысячники брал? Эльбрус брал, Дехтау брал Я и выше ходил Значит, сработаемся Виталич сказал, что ты сегодня готов начать Угу Ну отлично, тогда твой фронт работ, торец А мы с Дарским возьмем фасад Погнали Ну что, как первый день прошел? Ничего? Экстраординарного не произошло? Да нет, все штатно Мирон, растолкуй новичку Что мы каждой мелочью друг с другом делимся Да, в нашей работе это важно Сюрпризов мы не любим Ну да, окна мыть Это ведь не самолетом управлять Я серьезно Ну ладно, я понял, учту Вот и хорошо Ты сейчас куда, кстати? В сторону Озерков Нам по пути, могу подбросить Ну поехали Привет, это Лада, помнишь меня? Да ладно Конечно помню Помню Я в Питере Встретимся Да ладно Питере Остерков Резун Максим Георгиевич, 94-го года, уроженец Новгорода. Резун. А я откуда знаю? Ударений в паспорте не ставят. Что у тебя, филолог? Что? Три ножевых ранений, одно явно в почку. Все подробности после вскрытия. А у вас, молодой человек? А у меня что, классика жанра? Никто ничего не видел, никто ничего не слышал, никто ничего не знает. Но вон на том доме есть камера. Надо глянуть записи, может быть, наш убийца засветился. И орудия убийства не нашли. Вы удивительно прозорливы, товарищ майор. О, всем привет! Доброе утро. Здорово, мужики! Здорово-здорово! А ну-ка, ну-ка, постой, постой, постой. А что ты такой счастливый, позволю знать? Какой? Обычный. Да нет. Доброе утро. А что вы плететесь-то? Шеф уже на месте. Подожди, подожди, у нас выездное совещание, сейчас полминутки. Да? Ну, смотри, что я уже знать не любит. Это правда. Подожди, подожди, подожди. Ну, чего? Давай, колись. Че с лицом? Да че, нормальный я обычный. На работу, как на праздник, всегда. Так, так, Владимир, ты мне зубы-то не заговаривай. У меня все-таки опыт тоже кое-какой имеется. Вон, сияешь, как начищенный тульский самовар на солнце. Давай, чистосердечно. Девушка из небытия явилась. Ты че, духов вызывал? Смейся, смейся. Между прочим, любовь всей моей юности. Боже мой, то есть она существует? Да. Это реальный человек? Да ну тебя, Дима. Она живая? Я хочу знать все подробности, Кузя. Отстань! Расскажи мне. Итак, Андрей Борисович, наша жертва. Резун Максим Георгич, 1994 года рождения, уроженец Новгорода. Кстати, его родители до сих пор там проживают. Значит, сам он в Питере снимал небольшую однушку в районе Озерков. В прошлом занимался промышленным альпинизмом, сейчас официально нигде не оформлен. Да, и еще. Судя по базе авиа и ЖД-перевозчиков, пару недель провел на Казбеке, вернулся несколько дней назад. Ну, а согласно экспертизе, убийца нанес в жертве три ножевых ранения. Одну из них оказалось смертельным. Нож, к сожалению, мы не нашли. Видимо, убийца унес его с собой. И кровавые следы на земле тоже не обнаружены. Нож, скорее всего, скинул. А сам, сам, скорее всего, на машине ушел. Собаки след не взяли. А что по камерам, Володя? Андрей Борисович, вот мы тоже на них понадеялись, но тщетно. Камеры, к сожалению, неисправны, висят там для бутафории. Так это как обычно. Кстати, обыск квартиры, как и опрос соседей по парадной, тоже ничего не дали. Да, жил явно не богато, но аккуратист. В квартире идеальный порядок. Смахивает на разбойное нападение. Смахивал бы Антон, если бы у жертвы что-то пропало. А тут налицо предумышленное, явно спланированное. Да, возможно, Андрей Борисович. И еще, значит, ноутбук Резуно запаролен, я с ним работаю. Я посмотрел его последние звонки. Судя по всему, он планировал вернуться в промышленные альпинисты, поскольку он обзвонил несколько таких компаний. Но в день своей гибели он сделал один звонок Скворцову Алексею Денисовичу. А это кто такой? Это финансовый директор небольшой компании «Плоды Эдема». Компания занимается производством соков. Жена у него Скворцова Светлана Игоревна, детей у них нет. Судя по тому, что мне удалось накопать, Скворцов и Резун дружили много лет. А так лучше этого и надо начинать. А что ты улыбаешься? Да потому что для Володи работа всегда праздник. Дим. Угощайтесь. Внезапно все это в голове не укладывается. Алексей Денисович, скажите, пожалуйста, кто мог желать смерти Максиму? Да никто. Мне кажется, у него не было врагов. Хорошо. А вы когда виделись в последний раз? Пару месяцев назад. В поход ходили. Угу. Созванивались после этого? Пару раз. Вчера звонил. По делу или просто так? Да я не понял. Сказал, что во что-то влип. Во что влип? Честно говоря, я так и не понял. Сказал, что он на работу устроился, а его бригадир в каком-то криминале был замешан. Ну, по конкретнее можно? Я же говорю, он сказал, что видел что-то, а что сказать не успел. А это вы где? Это Цяньшань. Красиво. А это? Это Эльбрус. Полгода назад. А с кем? Это Иван Сокольский, его невеста Алиса, к сожалению, погибла. И Максим. А Алиса при каких обстоятельствах погибла? Ну, мы когда на пик всходили, Максиму в вожжа под хвост попала. Какая вожжи? Ну, уговорил всех другим путем пойти. Так живописнее. Такая глупая беспечность обернулась трагедией. Подробнее. Я же говорю, это против правил. Какой дорогой пришли, такой уходить нужно. Новая дорога, это всегда новая опасность. Алиса была неподготовлена, ну и сорвалась вниз. Ну и по мнению Ивана, формально получается, что Максим виноват в ее смерти. Подождите, то есть Иван обвинил в смерти своей невесты и Максима? Ну, когда гибнет близкий человек, мне кажется, кого угодно обвинишь. Вот. Иван был сам не свой, он накинулся на него. Обещал убить. Я их еле растащил, а Максима отправил за помощью, чтобы как-то разрядить обстановку. Ну, а потом конфликт был исчерпан. По приезду они виделись, нет? Ваня в Питер уехал, запил, пропал с радаров. Но, правда, неделю назад он мне позвонил. Чего хотел? Да опять что-то про Максима бормотал. Говорил, что отомстит, поквитается с ним. Пьяный бред какой-то. Сокольский Иван Аркадьевич, 24 года. Закончил университет в факультет физмат. С юности увлекался скалолазанием, работал айтишником. Правда, после гибели своей невесты Алисы с работы ушел, запил. Месяц назад устроился охранником. И в последнее время, по нашим сводкам, он дважды проходил. Ну, вот Скворцов утверждает, что Сокольский не способен на убийство. Это почему это? Ну, говорит, не такой человек. Духу бы не хватило, мол. И чего спрашивается? Ждал полгода. Ну, это не аргумент. Деградация личности на фоне беспробудного пьянства – это длительный процесс. Кто-то и на пенсии, как говорится, фрукт, а кто-то уже до обеда овощи. Ну, на мой взгляд, Сокольский реально мог бы слететь из катушек. Мы же в практике не такое видали? Ну, конечно. Тогда не решился, а сейчас ему море по колено. Да. Ну, вот доставим в отдел и разберемся. Володя, а что с этой фирмой? Куда Резун устроился на работу? Называется «Высшие силы», Андрей Борисович. Как? «Высшие силы». Так а чем они занимаются-то? Маркетологи или еще что-то? Занимаются оказанием услуг в области промышленного альпинизма. Но по документам все чисто, даже налоговых задолженностей нет. Так что комар нос и не подточит. А вот это как раз хороший повод. Копнуть под них поглубже. Возле своего дома убит промышленный альпинист Максим Резун. Вдруг жертвы Алексей Скворцов сообщает, что незадолго до гибели Резун, возможно, стал свидетелем преступления. По его словам, смерти Резуну желал также их общий знакомый Иван Сокольский. Лада, держи. Спасибо. Да. Я сейчас пока за кофе бегал, вспомнил. Помнишь, как мы Ирине Сергеевне лягушку в сумку засунули? Стыдно вспомнить. Боже, как она орала на нас. Да, да, да. Какие дураки мы были. Да, нам пришлось тогда с уроком сбежать. Я это помню, конечно. Мы тогда попали под жуткий ливень. Да. Ты отдал мне свой пиджак и читал этого. Фета я читал. Да, Фета. И мы промокли до нитки. Волоска, ты таким романтиком был. И ничуть не изменился. Ты надолго в Питер? Пока секрет. Но мы с тобой еще увидимся. Конечно, увидимся. Дальше провожать не нужно. Здравствуйте. Категорически приветствую вас. Здравствуйте, здравствуйте. Да. Очень рад. Проходите, пожалуйста. Ага. Присаживайтесь. Да. Спасибо. Ну, давайте тогда сразу к делу. Давайте. Скажите, как и когда к вам устроился Резун? Может быть, его кто-то рекомендовал? Никто. Он с улицы пришел. Пару дней назад позвонил. Спросил, есть ли вакансия. Ну, хорошие работники нам всегда нужны. Сами понимаете. Горе-то какое. Кто бы мог подумать, такой молодой. Да. Извините. Вы, значит, раньше с ним не пересекались? Ну, что вы говорите. Я видел его всего лишь один раз. И это было позавчера. О, а вот позавчера-то вы ничего странного не заметили? Ну, может быть, он как-то нервничал. Дайте подумаю, подумаю. Нет, вы знаете, ничего не заметил. Вел себя прилично, я бы сказал, хорошо. Нет, ничего такого не было. А сколько у вас сотрудников? Двое альпинистов. Трое еще на земле работают. Ну, там бумажки всякие перебирают, там договора, оборудование готовят. Сами понимаете, да. Вот скажите, вот эти вот альпинисты, кто они? С ними можно как-то поговорить? Ну, разумеется, конечно. Значит, у нас Глеб Говоров и Мирон Дарский. Отличные ребята. Глеб, моя правая рука. Да, мой заместитель. Так, только они сейчас на объекте. Давайте-ка я вам адресок запишу, да? Хорошо? Ага. Ну, добрый день. Извините, пожалуйста. Не подскажете, как нам найти Ивана Сокольского? Он, наверное, занят. Обождать придется. Ничего, мы по записи. А что происходит, а? Милостиво, государь, мы вынуждены прервать столь увлекательный процесс. Алло! Эх, ну хорош уже! Ну, что ты творишь-то? Стоять! Черт! Ах ты зараза такая, а! Здравствуйте. Капитан Бубнов. Сергеев о нас предупреждал? Да, он звонил. Я Глеб Говоров. Это Мирон. Скажите, а вы о Максиме Резуне что-то можете сказать? Ничего не можем. Мы толком познакомиться не успели. А поведение какого-нибудь странного у него было? Слушайте, я не психолог. Сергеев его привел, но пару слов перекинулись, пошли работать. Дело он свое знал. Задачей справился. Понятно. Ну, мы должны соблюсти формальности. Вы сами позавчера с 18 до 20 где были? В кафе заехал перекусить. Кушать надо, а в какое? Название? В столовая около моего дома. Так и называется. Столовая. Ну, а вы? В больнице у сына. Я так понимаю, про Максима вы тоже ничего не знаете? Нет. И добавить вам нечего? Нет. Так кого и за что вы били? Не ваше дело. Ну, ладно. Разберемся. Ну, а от сотрудников почему убегали? А я ничего хорошего от ментов не жду. Вы поосторожнее в выражениях, Сокольский. Тогда поговорим об Олесе. О Олесе я с вами разговаривать не буду. Хорошо. Тогда давайте поговорим о Максиме Резуне. Вы же ему угрожали расправой, верно? Молчим? Ну, тогда я спрошу напрямую. Это вы его убили? Его убили. Есть, значит, справедливость на свете. То есть для вас это новость? Причем радостная. Иными словами, вы к убийству Максима отношения не имеете. Почему же? Я молился. Это ведь по его вине Алиса погибла. Он всех подговорил. Но бумеранг прилетел обратно. Где вы были? В понедельник с 18 до 20? Да я что, помню. А вы постарайтесь. Дома. Спал. И кто это может подтвердить? Тараканы на моей кухне. Ну да. Видимо, и у вас. В голове. Да, Дима, браво, браво. Откуда ж ты у нас такой бланш-то красивый себе заработал? Да как откуда-то? Ну, понятно же, обманутый муж и поставил. Так только вот не надо грязи. Хорошо? Товарищ капитан заработал этот бланш. Честно, на задержании, так сказать, боролся Аки Лев. Вы бы видели. Павлович, а вы не знаете, что там с соперником? Он хоть жив? Там такая история, что-то. Все? Успокоились? Что, никогда синяков не видели? Так, все. Закончить юмор. Давай, Володя, докладывай. Докладывай, Андрей Борисович. Алиби у Сокольского нет. Причем за последнюю неделю он несколько раз звонил Резуну. И последний звонок длился почти семь минут. Да, мы еще раз обратили соседей Резуна. Так вот, там недалеко от его дома находится ночной ларек, ну, вроде как ночной магазинчик. По вечерам работает сам владелец. Так вот, тот наверняка утверждать не может, но говорит, что вроде как вечер убийства Резуна заходил некий мужик, неадекватный, похож на Ивана. Покрутился, повертелся, ничего не купил, ушел. Камера у него, конечно, есть, но каждые два дня тот стирает записи. Ясно. Ну, а с этими небесными силами что? С высшими, Андрей Борисович. Ну, да, да, с ними, с ними. Сергеев, Говоров и Дарский в один голос утверждают, что познакомились с Максимом в день его гибели. Ничего конкретного больше сказать не могут. Ну, понятно. А ничего странного такого там не заметили? Ну, так-то никаких, если не считать, что у ее кабинета обставлен. Как у банкира. Ну, я никогда не думал, что эти вот, как их промышленные альпинисты, столько зарабатывают. Тимур, извини, конечно, но это к делу не пришьешь. Это понятно. Ну, алиби у Говорова нет. Ну, вообще он, на самом деле, какой-то странный, какой-то нервный, неадекватный. Нервный. Конечно, нервный. Профессия у него такая, повиси на такой высоте. Тьфу, я тоже висел. И на большей высоте. Ну, все, давайте оставим лирику. Володя, есть у тебя по нему что-то? Ну, телефон Говорова сигнал не дает, а так чист. По нашим базам не проходит. Ну, мелкие нарушения по ДД и все. Ну, а по Дарскому что? Ну, у него железобетон на алиби. Он был у сына в больнице. Это мы, кстати, проверили. Интересно, что такого увидел Резун? О чем он не успел сказать Скворцову? Володя, пробейка объекта, на которых они работали последние пару недель. Выясни, что там по этому директору Сергееву. Тимур, Антон, еще раз побеседуйте с Говоровым. Почему он нам соврал? И где вообще он был в момент убийства? Давайте вперед, ребята, работаем. О, и снова здравствуйте. Как говорится, место встречи изменить нельзя. Что же вы нам соврали, что вечер убийства Максима Резуна вы были в столовой? Где вы были на самом деле? У девушки. А, девушка это хорошо. А почему правду не сказали? Не хотел, чтобы ее беспокоили. Что ж так? Она замужем. Ну, вы же понимаете, что нам все равно придется проверить. Координаты ее дадите? Записывайте. А ты точно не можешь остаться? Надо уезжать, Володя. Надолго? Когда вернешься? Ты обо всем узнаешь. Обещаю. Наберись терпения. Че ты все секретичешь? Ладно. А знаешь, я ведь всю школу в тебя влюблен был. А признаться, духа не хватало. Поэтому на выпускной один пошел. Володенька, какой же ты наивный. Неужели ты думаешь, что я не знала? Ты знала? Витальевич, отпустил бы ты меня? Устал я от этого города. Да и в горах давно не был. А работать-то кто будет, а? Ну, ты же у нас незаменимый. Ты что, ментов испугался, да? Затаиться решил? А ты, Глеб Жук, а? А, Жук! А скажи-ка мне, друг мой, а зачем ты с Захаром встречался, а? Недооценил я тебе, Глебушка. Недооценил. Ну, да ладно. Отработаешь пару объектов и гуляй. Так и быть, дам тебе отпуск. Убит альпинист Максим Резун. По подозрению в убийстве задержан Иван Сокольский, который обвинял Резуна в гибели своей невесты и грозил расправой. Под подозрение попадает и бригадир промышленных альпинистов Глеб Говоров, алиби которого оказывается ложным. Глеб Говоров, алиби, алиби, алиби. Алиби, алиби. Что? Я сейчас осознал, что любил тебя всю жизнь. Выходи за меня. Володя, не надо. Не сейчас. Что не так? Я что-то не то сказал? Володенька, я все расскажу. Просто подожди немного. Что ты расскажешь? Все. Ах ты. Ну что, Дон Живан, как дела на любовном фронте? Привет. Да, не особо. А что? Ну, так, знаешь, с переменным успехом. Сплошные загадки. Так это же хорошо. Женщине должна быть загадка. А, Дим, загадок мне и на работе хватает. Слушай, Кузя, искусство любовной войны требует решительных действий. Это надо записать. Обязательно. Ты главный темп не сбавляй. Да я не сбавляю, Дим. Я вот решил ее сюрприз сделать. Ну, я помню, что у нее в конце месяца день рождения, а конкретное число не помню. Спросить не могу, потому что какой она значит тогда сюрприз. Я полез на ее страничку в соцсети. И странное дело, в первый раз, когда я смотрел, я этого не заметил. Профиль создан всего пару недель назад. И день рождения там не указывается. Так, может быть, ее реально не существует? Да ладно, я шучу. Ну, пробей по нашим базам. Да неудобно как-то. Ну, хочешь, я посмотрю. Ай, сам посмотрю, ладно. Нет, я правда могу посмотреть. Да ладно, я понял. Я классно смотрю, ты же знаешь. Все, отстань. Кузя. Так, так, так. Что-то есть. Попался, скалолаз. Не зря мы тут три часа просидели, а? Да. Тяжелая у нас работа. Ага. Очень устал. Ну-ну. Ты, наверное, килограмм набрал. Мне-то хоть что-то оставил? Туха. Такая работа. Ух. Говоров установил два жучка. Один обеспечивает отличный звук, другой перехватывает трафик, идущий по вай-фай. Вот, видимо, Резун что-то подобное увидел. За это и поплатился. Ты не торопи события. Тимур, алиби Говорова проверили? Проверили. Но это его пастье-то. Конечно, подтвердилось, что он был вместе с ней в тот вечер. Но ведь он же мог ее и подговорить, правильно? Ну, в любом случае, Говоров врал с самого начала. Да очевидно, что они не столько занимались промышленным альпинизмом, сколько промышленным шпионажем. Володя, а на каких объектах в последнее время работали эти высшие силы? Ну, в последние несколько дней они работали в бизнес-центре Троя. Перед этим в бизнес-центре Добров и Сыновья. Ну, офисы там арендуют в основном мелкие конторы, но есть рыбы покрупнее. Я думаю, что объектами слежки стали либо перспективный стартап «Х-машина-22», либо фонд «Осириус Профит», занимающийся биржевыми инвестициями. Но Жучков, кроме тех, что Говоров установил сегодня, мы не обнаружили. Ну, это логично. Скорее всего, он их демонтировал после проведения работ, чтобы не оставлять следы. Володя, а кого он пас сегодня? Они установили прослушку на окна небольшой букмекерской конторы фон «Алев». Ну что ж, пора брать Говорова. Ну вот, и о чем надо брать. Мужики, у нас труп. Промышленный ампенист какой-то разбился. Ну что, Паша, получается, трос оборвался, и он спикировал метров с двадцати. Смерть была мгновенная. Что, ваш клиент? Наш клиент. Глеб Говоров. В неудачный момент так-то спикировал. Вот что обидно. Глеб опытный альпинист. Часто рисковал. Работал с одной веревкой. В этот раз не повезло. Трос перетерся. Оба что перетерся-то? Обуструю кромку. Перетерся, значит. Так вам придется проехать со мной в отдел, дать показания. Юриич, можно будет на крышу подняться, взять трос на экспертизу. Хорошо, Дима, как скажете. Молодца и зверь бежит. Ага. Берем быка за рога. Владислав Витальевич, вот какая штука. Нам известно, что Глеб под вашим началом занимался промышленным шпионажем. На что говорить? Ну так что, по чесноку. Убрали подельника. Вы что? Вы что такое говорите? Что, шутники, да? У меня, кстати, есть один документ, который полностью развеет все ваши подозрения. Какой документ? В машине. Я принесу вам, можно? Да, да, будьте любезны. Нервничает. Угу. Что за... Давай, давай, Дима, подрезай. Давай, давай, Дима, подожми. Левее, 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 левее. Стреляй по колесам. Из машины вышел! Из машины вышел! Руки чтоб я видел! Руки чтоб я видел! Ладно. Горская Владислава Кирилловна. Так. Горская Владислава Кирилловна по мужу Титова. Не понял, по какому мужу. Муж Николай Степанович Титов. Сын Свиттазар Николаевич, 8 лет. Дочь Оксана Николаевна, 6 лет. Скажите, если я вам все расскажу, я могу рассчитывать на смягчение приговора? А? А мы здесь не на базаре, Сергеев. И никто с вами торговаться не собирается. Тем более, что Дарский уже дает показания. За что вы убили Глеба? Этот гаденыш хотел меня подсидеть. В каком смысле? В прямом. Он за моей спиной пытался вести переговоры с заказчиками. На себя все решил потянуть. И Дарского стал уже уговаривать. Думал, что я об этом не узнаю. Угу. Понятно. Значит, за это вы его убили? Нет. Не из-за этого. Из-за этого я бы выгнал его с работы и все. Он стал для меня опасен. В чем именно? Он хотел меня отравить. А с чего это вы взяли? Дело в том, что я... Я сердечник. И он об этом знал. И как-то раз он пришел ко мне в кабинет, и во время разговора, когда я отвлекся, он поменял флакон с каплями. Ну да ладно. Отработаешь пару объектов и гуляй. Так и быть, дам тебе отпуск. За стартап вы еще обещали накинуть. Если обещал, значит накину. Так. Получи. Идиот. Да у меня этих камер в кабинете понатыкано столько, что ему и не снилось. В общем, я не стал дожидаться, пока мне кирпич нагло упадет, там машина переедет. Он, конечно, дурак дураковым, но настырный гад. Рано или поздно, он бы меня все равно устранил. Вот я и дал задание Дарскому веревочку-то перерезать. Хорошо, хоть Дарский глупых вопросов не задает. Ну, понятно. И по вашему же приказу убрали Максима Резуна. Нет. Нет. Нет, это не я. И нечего на меня это вешать. Значит, не вы? Нет. А кто? Говоров? Не думаю. Говоров в тот вечер встречался с Захаровым, насколько мне было известно. А это кто такой? Это очень большой человек. Ваш заказчик? Да. Наш заказчик. Дело в том, что мы информацию достаем, а он ее продает. Говоров думал, что я не узнаю их встречи. А я узнал. Узнал. Убит промышленный альпинист Максим Резун. Под подозрение попадает бригадир Резуна Глеб Говоров, который занимался промышленным шпионажем. Задержать Говорова не успевают. Он погибает, упав с высоты. В причастности к гибели Говорова признается его директор Владислав Сергеев. Но к убийству Резуна Сергеев отношения не имеет. То есть выходит, что Говоров Резуна не убивал, так? Ну, если его алиби подтвердится. И причастность Сокольского мы тоже доказать не можем. Показания, во всяком случае, он не дает. Да это какой-то тупик. Ну, тупик, не тупик. Но с этим убийством Резуна больше вопросов, чем ответов. Что за стежек, как говорится, и ни одной одежки. Андрей Борисович, есть у меня как минимум ниточка. Предлагай. Сейчас. Я выяснил, что Светлана недавно сменила номер телефона. Но я пробил ее старый. И оказалось, что она довольно часто созванивалась с Максимом Резуном. Ну и что? Он же лучший друг ее мужа. Правильно, Андрей Борисович. Но вы слушайте дальше. Я также пробил соцсети коллег Резуна по спорту. И обнаружил странную деталь. У всех есть странички в соцсетях, а у Сокольского нету. Я подумал, что Сокольский ее удалил после гибели Алисы. Так и оказалось. Но интернет же помнит все, в том числе фотоархив Сокольского. Кузя, ты это к чему? Я к тому, что здесь я обнаружил ряд фотографий, которые навели меня на мысль, что, возможно, у Максима Резуна и Светланы был роман. Здравствуйте. Здравствуйте. А Алексей не дома? Да? Да, ну, собственно, пока и не к нему. Светлана, у нас несколько вопросов к вам. В первую очередь скажите, пожалуйста, о ваших взаимоотношениях с Максимом Резуном. Да, мы знаем, что у вас были отношения какие-то. Вы часто созванивались, даже вместе хотели в горы. Так? Скажите честно. У вас был роман? Чего уж сейчас скрывать. Это и романом-то не назвать. Ну, а как мы это назовем? Это как короткая вспышка была. Мы всегда друг другу нравились и оба это чувствовали. Но никому из нас и в голову не могло прийти предать Алексея. Ну-ну, в голову-то, может, и не пришло. Пришло, как говорится, короче, было или не было? Да. Один раз. В горах. И это было ошибкой. Мы оба это поняли и больше даже не помышляли о близости. Алексей знал о вашей измене? Каким-то образом догадался. Я это почувствовала. Он как будто в одно мгновение погас. Стал холодный, как лед. Но мне ничего не сказала. Ну, и что было дальше? А что дальше? Макс ушел в горы. И я решила, что все это скоро забудется. Леша тоже вроде стал оттаивать. Здрасте. Здрасте. А в чем дело? Собственно, может, я дальше не проходить, не раздеваться. Проведем с нами в отдел. Пойдемте. А вот со мной так не надо. К стене. Паша живой? Ага. А я сейчас нам застить буду. Пап, ну не надо. Не надо, не надо. Тихо, тихо, тихо. Ты ничего не видел? Да, да, конечно. Давай сюда ручки. Пойдем, мой хороший. Пойдем. Разрешите? Светлана, вот эти ножи и одежду нам придется забрать. Хорошо. Так, Юрий Ильич. Да, Тимур. Глянь-ка, какой я клад отыскал? Ух ты, как хорошо. Будет чем поработать. Ага. Ты это оставь, я потом сам упакую. Давай. Скворцов, где вы были в вечер убийства Максима Резуна? Дома. Вот это неправда. Светлана сказала, что она соврала. Ее слово против моего? Допустим. Ножичек. Ваш? Не помню, был какой-то похожий. Этот нож мы обнаружили у вас дома. В наборе из четырех альпинистских ножей. И что? Я же сказал, не помню. А то, что экспертиза установила, что именно этим ножом был убит ваш друг Максим Резун. На рукояти ножа и в его пазах обнаружены следы крови Максима. Также следы крови обнаружены в кармане вашей куртки. А хватит отпираться. Скворцов! Именно этим ножом вы ударили в спину Максима? Вы правильно сказали. Он мне ударил в спину, я ему. Рассказывайте, как вы убили друга. Никакой он мне не друг. А Швали предатель. Он жену мою совратил. Это худший вид предательства. Такие вещи не прощают. Как вы узнали об измене? Сам видел. Мы в начале лета в горы пошли. На второй остановке Максим ногу подвернул. Настроение испорчено, планы тоже. Максим говорит, что вам из-за меня страдать? Вы идите дальше, а я здесь вас дождусь. Я настоял, чтобы Света с ним осталась. Ну что могло случиться? Я же ему доверяю, как себе. Мы с группой дальше пошли. Меня совесть заела. Друг все-таки. Я вернулся. Мне хотелось ему голову размножить и со скалы сбросить. А почему же вы сразу его не сбросили? Почему тянули несколько месяцев? Вы не понимаете. Тогда бы я Свету сразу потерял. Она мне дороже всего. Она бы мне этого не простила. Ну теперь-то уж точно потеряли. Значит, вы сделали вид, что ничего не заметили. Но от планов отомстить не отказались. Да, я стиснул зубы и стал ждать подходящего момента. И когда позвонил Максим, вы решили, что этот момент настал? Да, подумал сейчас или никогда. Взял нож и поехал его поджидать. Ну, а от ножа-то почему вы, Скворцов, не избавились? Ну, во-первых, такие ножи не выбрасывают. Каждый из них уникален. У них даже паспорт есть. Ну, во-вторых, не думал, что вы на меня выйдете. Я его с мылом помыл и обратно в планшет положил. Не хочу вас расстраивать, Скворцов. Но кровь так легко не смывается. А мне все равно. В любом случае, Максим получил то, что заслужил. А теперь вы, Скворцов, получите то, что заслужили. Володя, ты не понимаешь. У меня такая серая, тоскливая жизнь. Нет. Муж прекрасный человек. Честный, порядочный. Но такой скучный. Я бы давно развелась с ним, но дети. Дети, быть, все это так заело. А тут по работе отправили в Питер на курсы. И мне захотелось праздника. Это тот редкий случай, когда я могла вырваться из привычной рутины. И когда ты собиралась мне обо всем рассказать? Позже. Честно, Володя. Я бы обо всем рассказала. Но мне так хотелось вновь почувствовать себя желанной и любимой. И хотя бы на несколько дней. у меня так хотелось, чтобы эти несколько дней превратились в бесконечность. Прощай. Видишь кометы сгорающих звезд. Знай, это я загадал сто желаний. Строим из прошлого в новое мост. Из поцелуев, надежд, обещаний. Я головою твоих милых ног. Губы мои тронешь нежно руками. Пусть улыбнется сияющий Бог. Пролетая над нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова